В России предлагается с следующего года начать серьезно ограничивать его, а цветной и вовсе запретить. Законодательно. Пластик, любимый и ненавистный. Мира вам, я Ханжан Курбанова, это моя экологическая ремарка. Мы можем в одночасье запретить казино, в одночасье запретить социальные сети, или запрещать говорить публично какие-то слова, но мы почему-то совершенно не можем запретить поставку пластика в высокогорные районы, потому что обратно он не возвращается тем же путем. Мы можем, и мы знаем, что мы можем довольно многое сделать в один день, если нам это действительно нужно. Если это не происходит, если такие законопроекты, такие распоряжения не принимаются, ну, значит, до этого нет дела. Значит, те люди, которые этого не делают, не видят свое будущее в том месте, в котором они находятся, не видят будущее своих детей, которые должны расти в регионе, возвращаться в регионы для того, чтобы работать в них. Известия со ссылкой на российского экологического оператора Рео сообщили, что с 2024 года в России могут ограничить использование до пяти видов пластика. Таким образом, к 2030 году количество запрещенных типов упаковки увеличится до 20. Подобные намерения уже прописаны в федеральном проекте экономика замкнутого цикла. «Мы выступаем за поэтапный планомерный переход на экологичные альтернативы, то есть на упаковку, которую можно переработать, а значит, она не будет переполнять полигоны», заявил глава Рео Денис Буцаев. По его оценке нужна постепенность изменений, чтобы в стране появились все необходимые мощности. Это также позволит бизнесу подготовиться к нововведениям. Основной целью изменений является отказ от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать. Бывает, что ее трудно выделить из общего объема мусора, либо упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые почти невозможно делить друг от друга. То есть возникают сложности в переработке цветного пластика. А пластик, как известно, сам по себе по умолчанию сложный для переработки и вредный для экологии материал. Вот что говорит по этому поводу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Что касается цветного пластика, я горячий сторонник того, что у нас его быть не должно. Цветной пластик во многих странах либо запрещен, либо серьезно ограничен, либо его настолько дорого использовать, что производитель отходит от этого. Его особенность заключается в том, что переработке он практически не подлежит. А его свойства таковы, что на протяжении столетий, попав на полигон, он отравляет окружающую среду. Цветной пластик практически не перерабатываем. Это достаточно мерзкий продукт с точки зрения последствий для здоровья человека. По-хорошему, эту дрянь давно нужно было ограничивать и запрещать. Для начала предлагается ограничить использование вот таких бутылок. Цвета отличного от белого, прозрачно-голубого, зеленого и коричневого. А далее поэтапно ограничивать и прозрачный пластик. Назад в будущее. Помните упаковки советских лет? Бумага, да, оська. Чем же опасен пластик, в особенности цветной? Их называют еще кислотными. Они имеют тонкую термоусадочную пленку, а также тарус, этикетка из ПВХ и упаковку с нерастворимыми клеями. Комбинированное воздействие трифенилолова и микропластика на организм оказывает больший токсический эффект, чем каждый загрязнитель по отдельности. Загрязнение окружающей среды пластиком считается одной из наиболее серьезных экологических проблем современного мира. Значительная часть пластикового мусора в конечном итоге оказывается в океане, где многие фрагменты распадаются на более мелкие и образуют микропластик, частицы менее 5 мм длиной. Трифенилолова – это олово-органическое соединение, широко используемое в промышленности, которое также накапливается в водах. Кажется, что больший вред пластик наносит Дагестану – это не только вред, связанный со здоровьем. Он пока хорошо не изучен на примере республики. Хотя косвенно мы можем говорить, что растет поколение не самых здоровых людей, невзирая на развитость и доступность здравоохранения. Здесь следует говорить о вреде имиджевом, когда пластиковый ужас накрывает живописный Дагестан. А летающий пакет уже стал таким отрицательным символом городов-республики. Горы мусора, основу которого составляет все тот же треклятый пластик, заполонили ущелья, долины и горы Дагестана. Водоемы и реки в плавучем пластиковом ужасе, в отношении которого бьют набат даже не местные в населении, а приезжие – туристы. Пару лет назад Вера Кузьмина, журналист радиостанции «Маяк», так углубилась в тему, что вышла на общественников журналистовой власти Дагестана, пытаясь понять, как же помочь республике в борьбе с экологическим аждахой. Тогда экологические власти не то чтобы проигнорили московскую девушку, просто проявили вялое такое участие, забыв как-то, что Минприрода – это они, а не Кузьмина. Что же теперь? Остались ли экологические подвижники, или слово «зеленые» в Дагестане, имея только один ассоциативный ряд – равно мусульмане? Цеха по утилизации и переработке пластика открывались некогда в Сагратле, Каспийске, Черкее. В Каспийске он сгорел, Сагратле уже бездействует, а в Черкее продолжают действовать. Здесь пластик перерабатывают, из него делают уже уличную мебель, скамейки, урны. А в Буйнаске так и не построили анонсированный по ТВ завод по переработке канализационных отходов. В Дагестане лишь 5-6 лет тема вяло и эпизодически обсуждалась на ТВ. В Дагестане отдельные подвижники здоровой экологии и эко-блогеры используют шопперы вместо пакетов, предлагают отказаться или минимизировать использование пластика, указывают на опыт благополучных стран и регионов, на тароматы, в которые можно загрузить пластик. Но для нас все это пока фантастика, которая на каком-то там этаже. Но если по чесноку ничего фундаментального не предпринимается ни в России, ни в республике, все, что преимущественно делается и планируется на региональном уровне, это сортировка и полигоны, экологическая культур-мультур. Что такое? А в теме переработки пластика есть одно успешное предприятие, которое опять же из пластика делает пластик. Но в случае с Дагестаном это лучше, чем если это пластиковое болото засосет республику. Но этому предприятию нужен пластик. Не будет пластика, он остановится. Но пока кажется, эта перспектива печальная для предприятия и радостная для эко-активистов не за горами. Чиновники обсуждают, обсуждают, обсуждают. Так что уже прозаседались. В общем, делаем первые шаги, но они какие-то несмелые, как у младенца. А тема уже обросла мхом. Но это всего лишь точечные удары, которые мы делали. Вы прекрасно знаете, что бюджеты, выделяемые центром на развитие разных экологических инициатив, они возвращаются в центр. Дагестан просто боится вкладывать эти деньги в свои проекты. И тоже понимаю, почему. Потому что на каком-то этапе что-то может пойти не так, а отвечать ты будешь своей головой. А тебе осталось каких-то полтора года до конца срока. Все понимаю, но глядя на это, ничего не изменится. И это печально. Те небольшие инициативы ребят по снижению потребления пластика, по снижению потребления одноразовой посуды, по снижению потребления одноразовых пакетов. Одноразовых, потому что они тонкие, рвутся, и ты не можешь второй, третий, четвертый, пятый раз их использовать. Все это тоже очень кропотливая, серьезная работа. Каждый из нас до сих пор, проходя мимо пластиковой бутылки, скручивает крышечку, чтобы сдать ее в переработку. И так делают ребята-экоактивисты Дагестана. Ровно так же они продолжат так жить. Потому что это не просто стремление, скажем, очистить регион, или быть как большие города, не знаю, норвежские, и так далее. Не только это. Это просто смысл жизни. Попытки сортировать и собирать пластик в Дагестане как-то сдувались. К примеру, с помпы открывали пункт приема пластиковый тар в Махачкале, в районе Джума-мечети. И что теперь? Отдельные ящики в столице для раздельного мусора забивались нераздельно. А ящики для отработанных батареек были так редки, что не делали экологической погоды. Экопроекты, как говорится, приказывали долго жить. Сборы пластика и мусора в городах и лесах Дагестана, организованные общественниками, это хорошо, но мало. Народ продолжает мусорить. Бьем рублем, но это не решает проблемы. Народ у нас упертый. А что же нашей Минприроды? Там какие мысли по поводу пластика? Здесь большая кадровая текучка. Один министр ушел, другой пришел. Не успевают осмыслить и принять дела. А ВОЗ с пластиком и ныне там. У меня сложилось впечатление, что на практически всех уровнях власти в Дагестане люди приходят на эти места ненадолго. Кто-то на какие-то сверхкороткие сроки, кто-то на 4 года. И впечатление, что есть желание тихо пересидеть это время для того, чтобы это стало ступенью к назначению на более выгодные позиции, предположим, в Москву. Пока идет возня с контейнерными площадками и полигонами сортировки, мы не дотягиваем даже до африканского уровня. В Кении два года назад, к примеру, открыли завод по переработке пластика в кирпич. Мне кажется, выход только один. Пока мы ждем, а мы можем ждать с вами год, два, три, четыре, пока построятся эти сортировочные центры, перегрузочные центры, параллельно уже сейчас должна идти работа по объяснению гражданам, для чего это нужно. Особенно в высокогорных селах нужно работать и уже объяснять, что когда это все будет построено, наша с вами задача каждого внука, каждого сына, каждого брата попросить, отвозить все то, что ты привез в упаковке, оставить, а упаковку забрать с собой вниз на перегрузочные станции. Нужно понимать, чтобы человек видел, куда все это отправится, чем это в конце концов станет, и обратную сторону, чем грозит вот такое отношение к природе. И когда ты выбрасываешь все это просто в огород, все это сливается в водохранилище, и заражаются прибрежные территории, в том числе люди, которые не виноваты в том, что происходит в горах. Поэтому вот пока все это происходит, нужно вести параллельную работу по разъяснению опасности всего того, что мы сейчас делаем. В Махачкале проблема, основная проблема, это то, что нет постоянных пунктов сбора. Складировать большие объемы и возить их потом куда-то на окраину города не каждый готов. Поэтому мы периодически договариваемся с разными организациями и проводим экодворики. В прошлый раз мы провели экодвор совместно с физико-математическим лицеем интернатом. У них во дворе установили ящики, коробки, в которые каждый желающий, кто отределяет отходы, могли принести пластик, бутылки, крышки. Мы их разложили по, соответственно, видам пластика. Заранее договорились с машиной, которая приедет, это все заберет на переработку. В этот раз как раз мы договорились с заводом «Умная среда». Они забрали этот пластик, из него сделали скамейку. Очень классная скамейка, теперь стоит во дворе этого лицея. Многие люди, когда говоришь про раздельный сбор, они не очень пока в это верят. Поэтому для популяризации, для того, чтобы люди видели результат, мы стараемся каждый экодворик что-то показать, результат. Например, в этот раз эту скамейку мы ее потом анонсировали у себя на странице, показали всем, и ученики, которые участвовали в сборе, они тоже приходят, видят, что эта скамейка, радуются, и уже с большим энтузиазмом в следующий раз они собирают, разделяют и готовятся к следующему экосбору. Мы слово «сортировка» повторяем как мантру. Хотя в вопросе пластика нужна переработка. Сортировка – это 20 век, а переработка – это уже шаг вперед. Хотя самый цивилизованный уход – это отказ от пластика. И к нему мы и в России, и в Дагестане должны прийти. И, наверное, придем когда-нибудь. Лучше рано, чем поздно. Пластик для бизнеса и потребителя, конечно, удобен, потому и в ходу. Но есть много удобных и приятных вещей, которые нас губят или убивают. Удобно впредь надо заменить на полезно. Вон, кенийцы это уже поняли. Оставайтесь с людьми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!